Клеветникам России О чём шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте! Это спор славян между собою, домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, вопрос которого не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз клонилась под грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре, кичливый лях или верный роз? Славянские ли ручьи сольются в русском море? А ноль иссякнет? Вот вопрос. Оставьте нас. Вы не читались и кровавые скрижали. Вам непонятно, вам чужда, сия семейная вражда. Для вас безмолвны Кремль и Прага. Бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянная отвага. И ненавидите вы нас. За что ж, ответствуйте, за то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы? За то, что в бездну повалили мы тяготеющий над царствами кумир и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир. Вы грозны на словах. Попробуйте на деле. Иль старый богатырь, покойный на постели, не в силах завинтить свой измаильский штык? Иль русского царя уже бессильно слово? Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык? Иль мало нас? Иль от Перми до Тавриды, от финских ладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиной сверкая, не встанет русская земля. Так высылайте ж нам вити своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России среди нечуждых им гробов.